девочки всем привет сегодня такое немного обзорное видео на тему того как я ищу идеальную пряжу для шапочек эльфиков до шапочка эльфик у нас вяжется резинкой и соответственно нужна пряжа которая будет хорошо держать которая упругая которая стабильная оказалось это не так просто найти еще желательно чтобы она космических денег не стоило и было интересно по цветам до чтобы цветовая палитра была у нее тоже интересные богаты вот и много всего я уже посмотрела честно даже drops air пробовала ну неплохо получилось но там конечно не хватает стабильности не в полной мере из drops air получается такое полотно которое должно быть да то есть оно практически не тянется вернее вот оно стало как так оно и осталось ну то есть я вам потом следующем видео покажу как это выглядит она получилась теплая выглядит как эльфик но не то что я хотела и я стала искать сочетание во первых мне очень нравится пряжа вот такая у drops это cotton merino это пряжи для себя открыла и попробовала когда ребенку вязала свитер погоном сверху до в тестировании участвовал и тогда я эту пряжу попробовала если честно я не ожидала что она ну такая какая есть что она стабильная упругая при этом она не жаркая но в общем-то теплая и оптимальная для детских вещей потому что абсолютно не колется такая мягкая приятная но если у нее одно небольшое но то есть если использовать ее одну для шапки особенно для зимней в ней конечно будет прохладно но недостаточно она теплая для подобных вещей стала думать что же сделать как сделать так чтобы вот эта классная пряжа была теплее и как бы вот поняла что надо что-то тонкое но пушистое туда добавить при этом чтобы это пушистое было мягкое и соответственно что есть у дропса интересного так как мне очень нравится эта марка я очень много пользуюсь пряжи довольно много всего у нее попробовала и браш тальпака сил это одна из моих любимцев до пряжа она мягкая теплая легкая при этом в общем классная пряжа надо ее пробовать если вы еще не попробовали обязательно попробуйте плюс она абсолютно натуральная также и код как cotton merino это абсолютно натуральная пряжа то есть здесь стопроцентный меринос и стопроцентный ну вернее не стопроцентный это меринос настоящий и хлопок без каких-либо примесей так же как и браш тальпака silk это вот спушная альпака на тонком на тонкой шелковой основе очень приятная мягкая пряжа и вот решила я их смиксовать цвет вот новый как раз появился у браш тальпака silk это цвет бордо если номерочек надо могу вам сказать я уже теперь подписываю все вот это номер 23 бордо а у cotton merino я взяла номер номер 7 тоже бордо но на самом деле он такое холодное бордо видите здесь не сильно камера на самом деле его высветляет то есть на самом деле он яркий бордо убрать штальпа косилка но такое бордо действительно и вот связала я образец вязала я их на спицы у него здесь лежит вязала я на спицах номер три сейчас я посмотрю свои расчеты да связала я их на спицах номер три получилась вот такая классная резинка она упругая как вы видите она упругая при этом мягкая пушистенькая и теплая вот такая получилась при этом вот к сожалению не может передать правильно камера получился такой немного меланж но бордовом оттенке очень интересно смотрится мне прямо очень нравится этот эффект особенно он классно смотрится такой эффект вот в горчичный вам покажу вот именно брашта альпака силка нам чуть потемнее да вот видите это цвет сейчас я вам скажу это цвет номер 15 желтый у cotton merino и у брашта альпака силка это горчица номер 19 вот я их смиксовала и смотрите как здорово смотрится то есть оттеняет ниточку брашта альпака силк особенно вот здесь вот в этой резиночке которая как она получается поперечная резиночка здесь очень здорово оттеняет и создает такой знаете дополнительный рельеф вот это я сейчас кстати вижу как раз на троечке на тягу у меня тут в работе вот только начала это будет двойная шапочка то есть верхушка у меня будет точно вот и смиксованного внутреннюю часть я пока не решила возможно что это будет просто 1 1 cotton merino и тогда шапочка получится двусторонние вот и что я хотела сказать вам вообще в принципе эти видео я хотела вам именно показать структуру очень тяжело на фотографии поймать видите она получается такая пушистая теплая то есть если вам тоже как и мне нравится cotton merino но вы хотите его использовать на какую-то теплую вещь до хотите связать например зимнюю шапку или какую-то другую зимнюю теплую вещь то соответственно не бойтесь можно добавить туда брашта альпака силк и получается отличное полотно все свойства cotton merino остаются плюс плюс суется к ним еще дополнительные теплые свойства и мягкость и пушистость брашта альпака силк знаете что я вам еще не рассказала я рассказал как она повела себя после стирки вот смотрите это я видите вижу выглядит она до стирки вот так в общем то она и так само по себе ровное полотно получается петельки ровные такие пружинистые что у нас стало после стирки это постиранный образец в общем то все то же самое осталось она просто выровнялась полотно до стала как бы разгладилась я бы так сказал но при этом резиночка она осталась объемная она осталась пружинистая не уверена что нужно ее еще меньшими спицами вязать возможно даже можно попробовать три с половиной связать если вы например туговато вяжете то есть после стирки с ним ну в общем то ничего и не произошло кроме того что она просто выровнялась до стала ровнее расправилась я бы так сказала полотно просто расправилась такая резиночка получилось конечно когда она только со спиц на спицах она более упругое ну это понятно еще петельки находятся под напряжением да ничего не прошли в это поэтому они такие прям очень пружинистые а получается они в итоге после стирки меру в меру вполне в меру такие пружинистые вот так вот очень здорово у меня шапочка будет смотреться вот так как там и даже я уже думаю над тем что в принципе можно и еще кому-нибудь связать такую шапочку из моих родных и близких потому что сочетание очень классные а еще самое важное что у коттон мерина и убрать сталь пока силк у них очень красивые палитры да то есть там можно найти вот мне еще очень нравится зеленый цвет но к сожалению убрать сталь пока силк только темный зеленый а у коттон мерина он там есть в оливковом цвете и ну такой еще зеленый лес по моему называется он светлее к нему я пока еще не нашла компаньона ну может быть у какой-то у какого-то другого бренда что-то подобное я найду вот вроде все теперь я вам рассказал такое небольшое видео получилось большое спасибо за внимание если есть вопросы то пишите в комментариях я вам с удовольствием на них отвечу в эфире была лида пока пока